Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вот с Вами снова я, меня зовут Павел, магазин Мир Моделей. Повторяем адреса наших магазинов для коллег, которые, может быть, смотрят нас в первый раз. Магазин находится в Санкт-Петербурге, по адресу Марата 86, ТРК Планета Нептун, второй этаж. А второй магазин находится станция метро Пионерская, Боготырский проспект, дом 10. Кроме того, у нас есть еще свой интернет-магазин, так что понравившиеся Вам позиции, товары Вы можете заказать через интернет-магазин. Многие коллеги спрашивали, почему так долго меня не было. К сожалению, получилось так, что я на довольно-таки длительное время выпал из так называемой обоймы. Ну, просто по болезни, болел. Ну вот я и вернулся, я думаю, что мы возобновим наше сотрудничество, будем снимать опять ролики о поступлениях в наших магазинах, о новых товарах, но также надеюсь, что дойдет вопрос о каких-нибудь мастер-классах, которые Вам очень понравились. Много чего изменилось в магазине, конечно, многие интересные модели появились. Вот сегодня я хочу вас познакомить с одной из очень интересных моделей, компанией ICM в 32-ом масштабе. Артикул ее можете увидеть вот здесь вот. Артикул вот такой вот. Вот такой вот, это вертолет H1G Cobra. Значит, вертолет очень известный. Ну, история вертолетостроения, я тут подробно погружаться не буду. Понятно, что есть штурмовая авиация, есть самолеты-штурмовики огневой поддержки, но возник вопрос в том, что нужны средства боевой поддержки пехоты, огневой поддержки пехоты. К тому же у вертолета есть одно очень неоспоримое тактическое преимущество, он может зависать. То есть он может сесть, взять кого-то там на борт, сбросить какой-то груз, в том числе он может зависать над полем боя. В этом его очень большое преимущество, в отличие от самолетов, которые вынуждены для того, чтобы атаковать цель, заходить на новый круг, то есть и кружить, в принципе для того, чтобы достичь поставленной цели. Первая задача конструкторов, прежде всего, удобство экипажа, потому что экипаж должен очень хорошо видеть то, что находится вокруг, отсюда же такое же замечательное расположение пилотов, так называемое тандемное. Хороший обзор должен быть из кабины, потому что должны смотреть в разные стороны. Одним из самых важнейших элементов именно боевых вертолетов это живучесть. То есть там делались и ставились броневые плиты, ставились различного рода ухищрения, ну и так же, как вот, например, на Ми-24, насчет кобры я вам точно не скажу, но на Ми-24 была такая интересная компоновка, когда наименее важные агрегаты вертолета закрывались наименее важными, то есть они повреждались, но ими можно было пренебречь, и вертолет на этом хотя бы мог долететь до своего аэродрома, либо сесть где-то на вынужденную. Так что вот, значит, модель, в принципе, довольно-таки большая, но поскольку сам прототип имеет всего две лопасти, потому что вертолеты, чем они пугают, в основном, моделистов, это размахом своего, непосредственно, ротора, винта. Поэтому винт у них большой, а поскольку вот именно эти начальные вертолеты, ну я так называю их начальными, вот Кобра, в частности, Ирокез, они имели две лопасти, и поэтому, конечно, если вы захотите поставить на полке, он будет длинным, размер его будет примерно вот таким, ну, то есть чуть-чуть, может, побольше коробки он будет, но в длину он будет чуть-чуть больше за счет лопасти, то есть его лопасти можно поставить прямо над самим вертолетом, и эта модель, ну, место, конечно, она займет на полке, но она поместится однозначно. Ну, если вот сейчас выходит вертолеты в 48-м масштабе, ну, сам себе вертолет небольшой, но лопасти занимают довольно-таки большое расстояние. Вот, ну вот все, что Мок сказал, теперь, значит, рассмотрим саму модель. Вот, уважаемый коллега, инструкция, ну, традиционно ICM сейчас очень здорово делает такие книжицы замечательные, здесь историческая справка, ну, в начале слова забыл, что один из самых известных вертолетов именно вьетнамского периода войны во Вьетнаме, значит, здесь традиционно показанные краски, значит, выпустила компания ICM краски свои, именно акриловые краски, они здесь идут, здесь вот они идут в этом самом столбике, здесь идут, также здесь дается сноска по краскам фирмы REVEL и фирмы TAMIA, то можете посмотреть, какие здесь краски вам больше всего подойдут. Значит, здесь, обратите внимание, оранжевым цветом выделены те элементы, которые в данном наборе для, если вы хотите построить модификацию G, то она, вот эти вот модификации, здесь, ну, как обычно, ICM сюда положил все, здесь есть элементы от более ранней модели, например, вот односторонний турель, я вам потом покажу ее на литниках. Вот эти вот литники, которые выделены, это неиспользуемые детали, чтобы вы не путали. Дальше, понятно, идет сборка кабины пилота. Сразу покажу вам, что в нашем магазине, если вас вот такие вот кресла пилота не устроят, то у нас есть вот такой вот замечательный набор, это смоляные кресла от компании WM. Вот, смоляные кресла, там их две штуки, то есть можете использовать как дополнительное улучшение набора. Здесь смоляные кресла сделаны на порядок лучше, поэтому можете использовать такой вот набор. Здесь сейчас дойдем, понятно, что здесь сборка всего, ну вот, и сейчас мы дойдем с вами, коллеги, до сборки. Вот идет у нас нижняя, вот эта вот, так сказать, вращающаяся турель. Вот турель. Турель вот она нижняя идет. Ну понятно, здесь пулемет и, так сказать, пушка здесь два. На ранней модификации был только один пулемет, шестиствольный миниган, вот. И вот орудийная турель у нас тоже есть от компании WM, это дополнительный набор, который сделан из смолы, причем сделана именно непосредственно сама турель, вот. И также сделана в кабине пилота оператор, их там два человека сидит, непосредственно пилот, и оператор вооружения, который этой установкой, так сказать, руководит. Он ее куда направляет, туда она и направляется. Вот это непосредственно, так называемое, прицельное приспособление, двигающееся в различных частях, имеется степень свободы, туда же и направляется непосредственно тоже. То есть это вот у нас есть в Сомале. Очень хорошее изделие, четко отлиты. Так что можете иметь в виду, что многие любят делать конверсии, вот такие вот наборы у нас в магазине присутствуют. Вот, я здесь обращаться не буду, тут как бы все ясно. Значит, здесь мы кое-что отметим. Ну, то, что я уже говорил, за счет чего вертолет может поместиться у вас, видите. То есть он в этом плане в длину он будет, ну, как модель в 32-м масштабе, а в ширину, конечно, он будет намного меньше, в связи с тем, что он имеется двухлопастный. Кроме того, здесь данные, вот здесь я хотел бы обратить внимание, это шаблоны для масок. То есть вы вырезаете вот этот шаблончик, берете широкий скотч, вырезаете это по контуру, вот, или обводите прямо тот самый, и вырезаете это и наклеиваете на остекление кабина. Дальше пошло набор вооружения, поскольку 4 пилона находилось у Кобры, здесь есть разные различные варианты самовооружения. Ну, в основном, это подвесная пушка, был такой же миниган, и остальное это неуправляемые ракетные снаряды, так называемые НУРСы. Вот. Дальше пошли схемы окраски. Ну, вертолеты довольно-таки, мягко говоря, скучные. Понятно, что лопасти у них черные, законцовки желтые, где-то были красные, где-то были акулии пасти, но в основном они были оливкового цвета. Кроме того, сразу же по окраске хочу вам сказать, что опять же компания ICM выпустила набор красок, у нас есть именно вот такой вот набор красок. Здесь только единственное, что не пугайтесь, если у вас будет написано в частности, там на сайте написано, что это для ранних модификаций. Но самое основное, это оливковый цвет, цвет кабины внутри, так что Gun Metal, то есть основные цвета для того, чтобы покрасить этот вертолет, у нас как бы есть. Так что есть вот такие вот краски, набор здесь вот, они все, так сказать, перечислены. Так что у нас, кроме того, что есть сам непосредственный набор, у нас есть еще и некоторые дополнения, и также набор красок, то есть можете покупать все это вместе. Значит, с инструкцией мы закончили. Понятно, что есть вариант, очень привлекательный вариант, конечно, с акулой, очень многие делают, конечно, за счет того, что такой хищный внешний вид, действительно акулья пасть смотрится на кобле, очень довольно-таки эффектно. Вот литник, здесь две лопасти, ну, они тут, как бы четыре, склеиваются вот таким образом. Опять же, две хвостовые части. Первая хвостовая часть более усиленная, с панелями. Обратите внимание, хочу сразу обратить внимание, что ICM четко дает вот эти вот жалюзи, жабры, так называемые. И дана, даже если посмотреть внимательно, вот эти усилительные пластины, дана клепка. То есть он такой, как бы шершавый, но так как вертолеты, они все шершавые, проклепанные наружу для, так сказать, усиления конструкции. Вот здесь у нас элементы нижней части вертолета. Это элементы ротора, хвостовое оперение, это вот так называемые, ну, как они называются, лыжи. Вот они сделаны вот на таком, так сказать, лыжном шасси, хотя, в принципе, на них ставили небольшие колесики, ну, так вот, были такой монтаж, для того, чтобы их можно было потом перемещать по полю, вот, по бетонке, в частности. Вот, основной литник надо было, конечно, с него начинать, но уж, извините меня, вот непосредственно сам с элементами. Вот они, сам, непосредственно сам. Здесь идут панели с внутренней расшивкой, так как они и были, так сказать, грубые по самолетам, а вся хвостовая часть, поскольку она имеет внутри ротор, идут длинные валы, вот идут здесь туда, чтобы передать это вращение на хвостовой компенсирующий винт, поэтому здесь все клепко, вот тут прямо все шершавое такое прямо, ну, в общем, четко это все сделано, так что ICM Bravo! Очень здорово! Вот, опять же, кресла, данные, вот они здесь, кресла пилотов. Про кресла я вам уже сказал, что лучше всего их можно, конечно, для эффекта заменить. Ну, приборная доска, не приборная, вернее, пол кабины, приборная доска была на одном из литников раньше. Два литника у нас идут, это вооружение, вот таким вот образом, поэтому я рассмотрю один, понятно, вот здесь вот эти вот колеса, которые используют транспортные, вот эти вот колеса. Вот здесь идут блоки неуправляемых ракетных снарядов, здесь это более мелкий диаметр, но их здесь больше. То есть здесь вот, вот эти вот в основном используются именно на вертолетах, а вот эти вот неуправляемые ракеты используются до сих пор в МС США, морские пехотинцы, ну, и сухопутные штурмовики используют вот эти вот упаковки, так сказать, блоки снарядов и до сих пор они используют их. Боковые скулы, так называемые, отсеки, которые по бокам. Ну и миниган, вот он, который выходит оттуда, вот он непосредственно, вот на этом литнике он находится. Теперь мы рассмотрим, ну, рассматривать, что его рассматривать, вот остекление, все остекление четкое, тоненькое, без посмотреть, вот так вот на просвет, что нет перекосов, изменений, то есть, ну, так сказать, бликов этих. Блики, это говорит о том, что очень четкое, тонкое стекло, которое имеет в своей толщине одинаковую толщину, то есть там не 2 мм, а 1,5 мм, сколько там есть. Вот это вот верхняя часть непосредственно и боковые части. Так что кристально чистая, поэтому действительно имеет так называемое, сейчас я посмотрю, да, имеет бордюрчики, так что можно использовать маски, которые вот здесь вот предлагались, вот здесь вот маски использовать можно. А можно, как я уже в одном из своих роликов давнишних показывал, можно нанести небольшой кусочек скотча вот так вот, там остро заточенной спичкой пройти по краям и аккуратненько модельным ножом, остреньким, можно использовать Томиевский нож, можно использовать нож от компании XL, то, что у нас есть в продаже в магазинах. Можно спокойно достичь приемлемого результата, потому что, в принципе, не такой сложность. То есть остекление большое, не имеет каких-то сложных, есть, конечно, изгибы, но эти изгибы все легко компенсируются непосредственно вашим большим, ну, можем в два раза слоя там сделать. Некоторые делают тонкими, выкладывают, можно выложить, по идее выложить, но все равно подрезать придется, поэтому я думаю, что это моделисты разберутся на месте. Вот, теперь рассмотрим еще один элемент, который необходимо показать, это вот декаль, непосредственно этот набор, ну, естественно, декаль охватывает все вот эти вот вертолеты, которые здесь представлены, варианты. Вот, здесь понятно, что технические надписи, их здесь немного, вообще их может быть и больше, но еще дополнительные фирмы все это выпустят. Здесь также есть приборные доски, так что вы можете посмотреть, либо окрасить самим, либо аккуратно срезать рельеф, и туда аккуратно вклеить приборную доску. Потому что доску, кресло я бы рекомендовал вам дорабатывать, потому что остекление у данной модели очень большое, и там, как в аквариуме, все будет видно, очень сильно будет бросаться это в глаза. Вот, в самолетах, особенно в Второй мировой войне остекление, кроме кресла, как правило, больше ничего не видно, поэтому туда обязательно нужны ремни. Кстати, нужны ремни будут сюда, поэтому с этим надо будет вам делать по фотографиям. Ну, я думаю, что какие-то ремни можно подобрать из других наборов, можно найти листы фототравления, добавить пряжки там, это сейчас все, в принципе, решается, и к этому можно подойти творчески, и эту проблему можно решить. Вот, уважаемые коллеги, после долгого перерыва мы сегодня снимаем первый ролик, вот такая интересная модель, знаменитый вертолет Cobra, прославившаяся во время вьетнамской войны. Довольно-таки интересная модель, делает хорошо ее компания ICM, много сейчас хороших моделей, модель знаковая, так что рекомендую в высшей степени, хорошо проработанная, но у нас мы можем предложить, опять же, как я уже сказал сегодня, к нему не только саму модель, но еще у нас есть дополнительный набор красок, дополнительные кресла для этой модели, кресла пилотов имеется в виду, а также нижняя турель с механизмом наведения для оператора вооружения. Вам, коллеги, желаю крепкого здоровья! Всего хорошего, до новых встреч! Новые обзоры будут ждать вас впереди. Всего хорошего, до свидания! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!